Друзья, добрый день, это Диктатура Закона, меня зовут Жасулан, это Кайрат, и сегодня мы снимаем очередной обзор о нарушениях закона. Сегодня мы пройдемся по КТЖ, это Акционерное общество Казахстанские железные дороги, которому также придется платить по долгам. Все началось с того, что к нам обратился клиент, права которого на протяжении более двух лет нарушались, но нам удалось добиться справедливости и разрешить спор в его пользу. Смотри об этом в этом видео и как это было нелегко. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейший оператор железнодорожной сети Казахстана заключила договор хранения на одном из тупиков небольшой станции. Как ни странно, договор хранения был заключен всего на 9 месяцев 2014 года, а хранить свое имущество они оставили аж до настоящего времени. Перезаключить договор наш дорогой друг не хотел до последнего. Сколько бы писем ни направлялось в адрес Акционерного общества Кастомер Транс, они все были безрезультатны. И за два года переписки наш клиент чуть было не опустил руки. Друзья, мы разработали стратегию и подали иск о взыскании против дочерней организации КТЖ АО Кастомер Транс. При этом у нас не было ни договора, ни дополнительного соглашения, у нас не было ничего. Но у нас был лишь письменный отказ от выплаты и личное убеждение, что это против закона. Вас предупреждали. Правоотношения, возникшие между сторонами, предоставляют право нашему клиенту взыскать причитающиеся суммы за фактически оказанные им услуги. Поскольку Акционерному обществу было предложено вывести хранящиеся товароматериальные ценности с места хранения. Ну и главное, в соответствии с пунктом 4 статьи 774 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если по истечении предусмотренного договором срока находящаяся на хранении вещь не взята владельцам, то он обязан уплатить хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение вещи в прежнем размере. Ну а в письменном ответе Акционерного общества Кастомер Транс от 17 апреля 2015 года было указано, Акционерное общество Кастомер Транс сообщает, что на данный момент производится работа по внесению корректировки в бюджет с целью включения в него расходов по хранению демонтированных крыш полувагонов. После проведения корректировки бюджета общества в кратчайшие сроки будет организована работа по заключению договора на вышеуказанные услуги с товариществом с момента образования взаимоотношений, то есть с 1 января 2015 года. Брехня. Однако, друзья, этого не хватило, чтобы специализированный межрайонный экономический суд разрешил нам дело. Виски было отказано, но мы пошли дальше и обратились с апелляционной жалобой. И были услышаны судебной коллегией. В ходе судебного заседания юристы из КТЖ обратились со встречным отзывом, обратились в прокуратуру и пытались всяческим образом посеять неразбериху и хаос, запутывая при этом суд инструментами госзакупа. Какие ваши доказательства? Несмотря на это, друзья, решение суда состоялось из критериев справедливости, законности и объективности. Судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны находит решение суда первой инстанции, подлежащем отмене. Единственным основанием отказа в удовлетворении иска суд первой инстанции привел к пункт 3 статьи 386 Гражданского кодекса, указав, что если законодательством или договором предусмотрен срок действия договора, окончание этого срока влечет прекращение обязательств сторон по договору. При этом суд первой инстанции не учел, что в данном случае имеется одностороннее прекращение обязательств со стороны ответчика. Истец же продолжал исполнять обязательства, поскольку не мог отказаться от хранения имущества без их вывоза ответчикам со склада. В данном случае суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу о том, что договор, заключенный между сторонами о закупе услуг по складированию, не является договором хранения, в связи с чем не применил нормы главы 39 Гражданского кодекса. Истец же в силу требований статьи 779 Гражданского кодекса продолжает хранить имущество ответчика, поскольку данной нормой закона предусмотрено ответственность за недостачу либо повреждение имущества. Как указывалось выше, суд также находит, что в соответствии с пунктом 4 статьи 774 Гражданского кодекса, если по истечении предусмотренным договором срока, находящийся на хранении вещь, не взято поклаждателем, то он обязан уплатить хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение вещи в прежнем размере. При таких обстоятельствах коллеги считают, что суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований ИСА, не применил закон, подлежащий применению. В связи с чем постановил, что решение специализированного Межрайонного экономического суда города Астаны по данному гражданскому делу отменить и вынести новое решение, апелляционную жалобу ИСА удовлетворить, взыскать САО «Кастемиртранс» в пользу нашего клиента задолженность в сумме 19 841 472 тенге, государственная пошлина в размере 595 245 тенге и расходы по оплате и помощи представителя в размере 500 000 тенге. Постановление судебной коллегии вступает в законную силу со дня его оглашения. Наверное, друзья, акционерное общество «Кастемиртранс» таким образом хотели сохранить свой бюджет. Наверное, они специально заключили договор с краткосрочным сроком. А может быть, наверное, они и не ожидали, что против них будет подан иск. Но, друзья, несмотря и своего статуса и известности, все в нашей жизни должно решаться по закону. Никто не вправе нарушать ваши права. Запомните, что диктатура закона – это всегда высокие стандарты защиты прав. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, где мы разъясняем вам ваши права. А главное – все из жизни. Всем огромной удачи и пока! Продолжение следует...